Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас видео просто поговорить. Нет, это не потому, что у меня закончились темы. У меня тема на Швеции, наверное, на год вперед. Но просто иногда хочется пообщаться и показать вам, что у нас происходит на участке и вообще в жизни. Огромное вам спасибо всем, кто подписался, всем, кто комментирует и смотрит мои видео. Спасибо большое! Какие же изменения у нас в жизни весной? Я начала работать меньше, потому что 5 дней в неделю, плюс домашние дела, плюс Руна, плюс маленький щенок, это слишком много. Поэтому я снова работаю 3 дня в неделю, и это очень здорово. Сегодня у меня выходной, Руна в садике, я успела переделать кучу дел. Марли пришел поздороваться. Да, Марли? Да, Марли? Вон какой Марли у нас вырос. Кто бы мне сказал, что со щенком будет так сложно? Я не представляю. Многие люди очень любят щенков, считают, что это самое замечательное, что с ними случилось в жизни. Но для меня это еще один ребенок. Это просто ужас. Он кусает все. Конечно, еще усложняет то, что у нас Руна, да, трехлетка, которая его часто провоцирует. Но вообще это ужас. Он кусается, он все в рот тянет, все ворует. Тапки, перчатки, шапки. Это его самая любимая игра. Да, Марли? 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 Ты ужасный щенок. Ты кусающий щенок? Ага. Микрофон хочешь съесть? Нет, нет, нет. Микрофоны мы не кушаем. Мы не кушаем микрофоны. Мы не кушаем микрофоны. Правда, Марли? И камеры мы тоже не кушаем. Нет. Мы обычно не кушаем камеры. И обычно мы не... Ай! Не кушаем меня. Нет. No, no, no. В общем, Марли, конечно, замечательный. Но если бы я выбирала заново, я бы, наверное, выбрала годовалую собаку, а не восьминедельного щенка. Потому что это ужас. Ну что, давайте пройдемся по нашему весеннему огороду. У нас снег только, наверное, сошел неделю назад. Еще особо ничего не распускается. Но давайте посмотрим. Здесь у нас появились первые весенние цветочки, которые Марли нещадно поедает. Конечно же. Да, Марли? Ты любишь поедать мои цветы? Сейчас у нас на повестке дня работы с дровами. Вон, видите? Дровяные работы в самом разгаре. Вот наш огород после зимы. Здесь мы начали делать лестницу вниз. Осенью. Но потом земля замерзла, и мы не успели ее закончить. Да, вот здесь у нас еще один незаконченный проект. Мы хотим построить пристроечку здесь такую. И принимать джакузи прямо на улице. С видом на холмы. Опять же, нужно время. Здесь Патрик установил наш тотемный столб. Что ты там нашел, Марли? Вот у нас отдыхают козочки. Только две осталось. Одна сейчас дает молоко. Вторая, не знаю, будут козлята или нет, пока неизвестно. Это наши пресловутые четыре грядки чеснока. Вот он уже начал проклевываться, наш чесночок. Теплицу, как видите, мы еще не поставили. Нужно заказать новый пластик. Вот тут Патрик привез новую вяженку дров. Будем ее пилить и колоть. Наши курочки тоже радуются весеннему солнышку. Уже через несколько недель мы начнем копать грядки, наверное, да? Удобрять. И будем сажать первые семена. Обычно мы начинаем с репки, морковки. Потом лук. Когда заморозки уже перестанут, ночью приходить будет лук. И рассада. Рассады у нас уже очень много. Сейчас вам могу показать. Это у нас сельдерей, лук-порей, помидорчики, перчики. И базилик. И немножко табак. Еще хочу сказать по поводу фермы. По поводу той фермы, которую мы хотели покупать. Проект пока что остановился. Потому что со всеми затратами на ветеринаров в связи с козочками и с гибелью нашей собаки. Да, мы потратили очень много денег, те, которые мы откладывали именно на покупку этой фермы. Так что пока что мы не можем ее купить. Но мы будем продолжать участвовать в этом проекте по сохранению этой фермы. Может быть там даже посадим что-то на огороде. Но пока что особых сил мы в нее не вкладываем. Но как бы и не сдаемся. Просто поставили... Ой, проект на паузу. Ветеринары и все эти дела нам на секундочку обошлись больше, чем 8 тысяч евро. Деньги копить мы в принципе не умеем. Если нам нужно что-то купить побольше, да, тогда мы можем скопить несколько тысяч. Но так, чтобы откладывать на что-то, это у нас не получается. Но как бы оно и правильно. Нужно же жить все-таки сейчас, а не когда-нибудь. Неизвестно, наступит ли это когда-нибудь. Поэтому мы тратим здесь и сейчас. Вот. Но как бы идеи все по поводу той фермы, они все в силе. Конечно, и музей, и гостиница, и ферма. Все это в силе. Но просто оно отложено до неопределенного времени. Пока, может быть, придут откуда-то деньги. Например, наследство или еще что-то. Скажи что-нибудь умное. Нет? Ну ладно. Друзья, спасибо большое за просмотр. Я желаю вам всего самого-самого хорошего. Пусть у вас в жизни все будет отлично. Будьте здоровы и будьте счастливы. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!